Представьте себе сцену из фильма о супергероях, где главный герой стоит перед зеркалом, смотрит на свое отражение и осознает, что его истинная сила не в плаще или в маске, а она находится внутри него самого. А теперь представьте, что главный герой этого фильма – это вы. Да, именно вы и ваша суперсила – это ваша любовь к себе, ваша способность принять, ценить себя таким, какой вы просто есть. И многие из нас ошибочно полагают, что любовь к себе – это какие-то поверхностные вещи, такие как наградить себя покупками или лестные слова перед зеркалом, но это лишь самая вершина айсберга. Настоящая любовь к себе – это мощный внутренний ресурс, который пробуждает в нас, не побоюсь этого слова, жизненную энергию, придает уверенности в себе и дает вдохновение. Так зачем искать эту силу? Потому что любовь к себе, она меняет и трансформирует нашу жизнь, она превращает испытания в шансы для роста, проблемы в возможности, ошибки в уроке мудрости. Испытывать в жизни радость прямо здесь, сейчас. И психологами, и социологами проведено множество исследований. И есть факты, что любовь к себе действительно влияет на наше состояние и те результаты, которых мы добиваемся, достигаем благодаря своему эмоциональному и психическому состоянию. Например, университет Техас установил, что люди с высокой самооценкой на 39% менее подвержены риску развития депрессии и тревожных расстройств. А это немало. По данным Forbes, предприниматели с высокой уверенностью в себе на 30% успешнее в запуске и развитии своего бизнеса по сравнению с менее уверенными в себе предпринимателями. А исследование, проведенное в Стэнфорде, показало, что люди с высокой степенью уверенности в себе на 40% более удовлетворены своей жизнью, чем люди с низкой самооценкой. И, наконец, Гарвард Бизнес Ревью пишет о том, что лидеры с высокой уверенностью в себе на 28% эффективнее в управлении командами и при принятии решений. Что же такое эта любовь к себе? Давайте начнем с понимания, что она из себя представляет. Дело в том, что она уже есть в вас, она уже есть в каждом. Просто мы чаще всего скрываем ее от себя. Как мы ее от себя скрываем? Мы строим такие барьеры, стены, двери из страхов, из того, что мы чего-то боимся, из сомнений, из предубеждений того, что может произойти с нами, не может произойти. И только освободившись от них, мы открываем дверь к этой нашей внутренней силе. Например, есть обычный день. Представьте, что он вдруг начался с ряда неудач. Вы опоздали, вы пролили кофе, вы с кем-то поругались, поссорились. И можно воспринимать это как катастрофу, а можно как шанс проявить любовь к себе. Можно принять себя, ну да, это все случилось. Можно принять свои ошибки. Да, я где-то был неосторожен, не то сказал. Увидеть в препятствиях, в этих трудностях возможности для того, чтобы себя усовершенствовать. И главное, повлиять на исход этого дня и последующих дней. Просто хотя бы тем, что не испортить себе с самого начала дня настроение. А любовь к себе помогает найти в препятствиях и трудностях возможности негативные события трансформировать в уроки, которые нас чему-то учат. И таким образом даже полностью развернуть ситуацию в нашу пользу. Как же на самом деле работает любовь к себе из жизни, например, успешных людей? В мастерской развитии я часто сталкиваюсь и с предпринимателями, и с топ-менеджерами, с основателями компаний, которые выгорают, которые начинают ломать свою карьеру или свой бизнес, и часто не понимая причин, как и зачем они это делают. А причина кроется очень часто именно в любви к себе. Ведь когда-то они уже сделали выбор, выбрали направление, выбрали сферу деятельности, которая им была очень интересна, они горели ей и достигли в ней определенных результатов. Достигли успехов даже. А затем сделали выбор, который уже произошел не из любви к себе, а скорее вопреки нее. Например, выбрали расти по карьере дальше, и выбрали это ради денег, и столкнулись с тем, что выгорели. Не могут бросить эту работу, потому что она обеспечивает достаточно хороший уровень жизни, но при этом ее ненавидят. Таких по разным опросам, оценкам около 30%. А еще многие развили бизнес, но до того состояния, в котором его тяжело тащить и трудно бросить, или нельзя бросить. А при этом он приносит множество проблем, не дает реально развиваться, не дает реализоваться и сделать то, что хочется. Или они открывают новое направление, и не потому что загорелись им, а потому что старое наскучило, или из каких-то рациональных соображений, и оно не растет, или вот-вот запустится, но никак не запускается. И точно не дает таких же результатов, как основной бизнес. Часто мы обесцениваем свои результаты, обесцениваем свое дело, себя, относимся к своему опыту, как к уже пройденному этапу, как к неважной части общего целого. И не ценим и не обращаем внимания на свои желания, устремления, исходим из того, что проще всего решать проблемы, которые появляются, которые перед нами возникают. Или тушить то, что уже горит, или загорается. Как мы ставим следующую цель? Да так же выбираем то же, что раньше, просто умножаем на 2 на 3. И любовь к себе часто она затмевается, уходит на далекий план, уступает стремлению достичь целей, выполнить обязательства, следовав принципу «надо». Но настоящее счастье в том, что это возможность не только искренне чего-то пожелать или захотеть, но еще это реализовать. И многие думают, что это крайне сложно. И на практике мои клиенты часто получают подтверждение совершенно обратного. Когда серия трудностей, именно серия, а не одна трудности, часто является знаком того, что пора сменить курс и искать новый путь. И здесь любовь к себе помогает поставить все на свои места. В проблемах и хаосе творящемся найти точки опоры. Эти точки опоры – это есть я, я ценен, и у меня есть то, за что я могу любить и себя ценить. Есть мое дело, которое я тоже могу любить, а значит, оно важно для меня. Есть моя команда, которая, да, делает ошибки, да, не всегда меня радует. Но ведь она со мной достигла результатов, прошла и продела определенный путь. Она – это продолжение меня и моего дела. И это моя ответственность – выстроить все так, чтобы мое дело, чтобы я сам, чтобы моя команда, моя система развивалась, росла дальше. И остается разобраться даже в том, что я еще не знаю, что я еще не умею. И главное, пожалуй, перестать себе мешать убрать эти барьеры, часто ментальные блоки, и просто вырасти дальше. Как говорил Стив Джобс, ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. Это напоминание о том, что следовать своим настоящим желаниям – это не просто выбор в пользу себя, но и путь к истинному, настоящему успеху и удовлетворению. Как найти любовь к себе? Ведь любовь к себе – это не просто чувство, это фундамент, на котором строятся все остальные виды любви и основа для гармоничных отношений. И это слова Будды, и они звучат так, что истинное счастье начинается действительно с нас самих. И давайте разберемся, как можно освоить любовь к себе за несколько шагов. Сначала важно просто признать себе, что да, у меня есть чувства, даже если они негативные, не отвергать их, а позволять им просто быть. Принимать их как часть своего опыта. Как сказал Руми, темная ночь души приносит радость на рассвете, потому что любые негативные чувства, они проходят. Второй шаг – важно прощать себя. Допуская ошибки, понимать, что ошибки – это шанс и возможность для роста и обучения. И, как сказал Александр Поуп, ошибаться в свойственную человеку, а простить это божественно. Шаг третий – это находить, праздновать и отмечать свои достижения. Даже самые небольшие – это способ признать собственные усилия, собственные победы и сформировать больше и больше уверенность в себе для следующих шагов. Как писал Шекспир, малые победы ведут к великим триумфам. Шаг четвертый – важно не забывать о себе. И заботиться о себе, включая сон, отдых, увлечение, здоровье. Ведь любовь к себе – это уход за своим телом и за своей душой. Как говорил Аристотель, самолюбие – начало всей философии здоровой жизни. И последний, пятый шаг – это важная составляющая – благодарность. Благодарность себе за терпение, за смелость, за рост, который происходит. Как писал Марк Твен, принимайте комплименты и критику с равной степенью благодарности. Оба являются полезными для роста. С чего начать? Как просто взять и полюбить себя? Можно взять за основу простые упражнения, которые разработали ученые в Стэнфорде, в университете Дюка и Мичигана. И они проверены и доказаны практикой, экспериментами, участниками этих экспериментов. Первое упражнение – это запись благодарности себе. Каждое утро хорошо начинать с написания трех вещей, хотя бы трех, за которые вы благодарны себе. Это могут быть ваши качества, ваши достижения, даже небольшие, до предыдущий день. Или даже просто благодарность себе за то, как вы обращаетесь со своим телом, со своим умом, со своей жизнью. И это упражнение помогает сосредоточиться на положительных аспектах жизни, на положительных аспектах вашей личности и укрепить чувство самоуважения. Второе упражнение – зеркальная аффирмация. Каждый день можно уделять несколько минут, когда мы стоим перед зеркалом и, глядя себе в глаза, говорим положительные утверждения. И важно, очень важно, что это диалог. Это не повторение заученных фраз, а это разговор с самим собой. Например, что я ценен, я достоин счастья, я способен на великое. Третье упражнение – это медитация на принятие себя, когда 10-15 минут в день, можно 5. Можно просто сосредоточиться на себе, закрытыми глазами, в тихом месте, посмотреть на свое дыхание и представить, как с каждым вдохом вы наполняетесь любовью к себе. Неважно, как себе это представляете, какой образ можно подобрать. А с каждым выдохом отпускаете отрицательные мысли о себе. В мастерской развития я много уделяю внимания любви к себе. И если она есть, то есть энергия, и есть результаты, и легко решать любые проблемы, связанные с ростом, с развитием, масштабированием бизнеса, усилением команды, развитием системы управления. А вот если ее нет, если это место свободно, то возникает множество разных проблем. И даже сразу как-то не скажешь, что они связаны именно с любовью к себе. Связь, она совсем не очевидна. Но есть явный факт, когда любви к себе нет, то бизнес перестает расти и развиваться. И то же самое происходит с карьерой. И то же самое происходит с отношениями и даже со здоровьем. Это все стороны одной медали. И любовь к себе – это ваша суперсила. Она уже у вас есть. Она скрыта от вас за барьерами страхов, сомнений, разочарований. Того, что вы обесцениваете себя, свои достижения и часто не обращаете на них внимания. На то, что вы забываете о своих устремлениях, игнорируя их. И это та ловушка, в которую мы часто сами себя поймали. И надо сказать, что она кому-то удобна. Когда человек перестает искать и себя, и свою реализацию, а делает то, что удобно другим, следуя данные ему инструкции по выживанию. И чтобы из этой ловушки выбраться, достаточно признавать свои чувства, что они у вас есть. Что они цены хотя бы тем, что вы их испытываете. И даже негативные. Прощать свои ошибки и находить, видеть в них уроки, искать эти уроки, находить. Они там обязательно есть. Радоваться даже небольшим достижениям. Даже тому, что я уже почти записал это видео. И замечать эти достижения, отмечать их. Из маленьких достижений делаются большие победы. Заботиться о себе, о своих интересах и желаниях. И, наконец, благодарить себя за то, что вы уже прошли и то, что еще предстоит. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Что вы думаете про любовь к себе. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Может быть, вы делали попытки, но что-то не получилось. Тоже напишите про это. Поставьте лайк и подпишитесь. Поделитесь этим видео. Это будет вашей благодарностью и моей мотивацией создавать еще больше подобных видео. С вами был Иван Яшуков. Основатель мастерской развития. Консультант по бизнесу. Желаю вам удачи в развитии себя и вашего дела.